Есть ли у них какая-то возможность сказать, так, ребята, все, что-то мне здесь не нравится, я хочу поехать, уехать отсюда. Куда? Куда он поедет? У него нет ни документов, никаких возможностей. Кто-то, некоторые из них находятся в розысках, там, во всевозможных базах. Что им делать? Почему салафийские шейхи еще с начала войны в Украине не дают фетву о джихаде против России, понимая, что значит для чеченцев и соответственно для всех мусульман? Потому что это, наверное, не является джихадом? Самый очевидный ответ. Потому что, наверное, не все так просто. Это ведь эти шейхи, о которых ты говоришь, это Венесал от Межиев, который дает фетву по настоянию кремлевского наместника, когда надо отправить чеченцев как пушечное мясо в Украину. И он говорит этому муфтию, а ну-ка быстро давай с точки зрения религии, как-то мотивируй. И тот начинает говорить о том, что это священная война против всемирного зла. Потому что эти шейхи, о которых ты говоришь, они смотрят на эту ситуацию, они видят, что там происходит, они видят этот расклад сил. Они наверняка думают, что нет, это не та ситуация, где можно говорить с религиозной точки зрения, что война на чьей-либо там стороне будет являться джихадом. Я абсолютно разделяю это мнение. Я считаю, что вот эти вот религиозные терминологии в этих темах неприемлемы. Нельзя. Ни с одной стороны воюющих, вообще в целом войну России и Украины называть джихадом нельзя, первое. Ни с той, ни с этой стороны воюющих людей называть муджаидами нельзя. Ни с той, ни с этой стороны погибших людей называть шахидами нельзя. Однако это не значит, что в этой стороне нет, точнее в этой войне нет стороны, которая справедлива и той стороны, которая несправедлива. Это не значит, что в этой войне нет тех, кто является оккупантами и тех, кто защищается. Понимаете? Не обязательно для того, чтобы признать, что одни правы, а другие неправы, не обязательно называть это джихадом, называть кого-то муджаидами, называть кого-то шахидами. Не обязательно, понимаете? Когда воюют, когда не идет война, допустим, против мусульманского государства, когда воюют две немусульманские страны, конечно, это не называется джихадом. Что здесь удивительного, когда ученые не применяют такие термы. Но, однако, это не значит, что в этой войне нет тех, кому нужно желать победы, нет тех, на кого напали несправедливо. Две немусульманские страны могут воевать, и в этой ситуации кто-то будет прав, кто-то будет виноват. И в этой ситуации мы будем поддерживать кого-то из них, желать победы этой угнетенной стороне. Ведь вы же знаете, даже есть религиозный текст по поводу войны римлян с перцами, где говорится, что мусульмане обрадовались победе римлян над перцами. Почему? Потому что римляны являлись христианами, людьми писания, перцы являлись огнепоклонниками, идолопоклонниками, язычниками. Поэтому в этом нет ничего странного там или неправильного. Просто нужно понять, что не всегда все имеет какие-то религиозные окрасы, не всегда религиозные термины применимы к каким-то событиям. И от того, что они туда не применимы, это не значит, что теперь там нет хороших и плохих. В этой ситуации тоже есть хорошие, есть плохие. Где-то бывают менее плохие, где-то более плохие. Разные бывают ситуации. И в каждой этой ситуации ты можешь быть на четвертой стороне, ты можешь быть нейтрален. У тебя есть просторы для различных мнений, взглядов, позиций. Саламу алейкум 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 алейкум. Томсо, я раньше был против участия Кавказской войны за украинцев, тем более за Рашку. Но теперь я осуждаю тех, кто воюет за Украину, также и за Рашку. Смотрите, я с самого начала этой войны был на позиции, что никого призывать ехать в Украину не надо. Не нужно называть это джихадом или наоборот, там как-то с религиозной точки зрения пытаться это дать, как-то плохо это характеризовать. Но в то же время тех людей, которые уже там находятся или поехали туда и сражаются, не нужно их осуждать или пытаться их оттуда вытащить, говорить, что то, что вы там делаете, это неправильно. Такова была моя позиция. То есть ехать туда не призываем, джихадом это не называем, но поехавших туда или находящихся там уже чеченцев не осуждаем и возможно в их ситуации есть какая-то индивидуальная особенность, есть что-то, то есть индивидуальной ситуации для каждого будет разное постановление в этом вопросе. Вот такая была у меня позиция изначально. Вот она у меня точно такая же и осталась. Я и сейчас говорю, что ехать туда, призывать кого-то туда ехать не надо ни в коем случае. Однако те, кто уже находится там и либо оказались, либо поехали туда, осуждать их тоже не надо. Почему я об этом говорю? Когда в начале этих событий были вот эти вот две стороны, были те, кто говорили, призывали, что ехать надо туда, что вот это тот самый шанс там, что-то решается именно там, что Россия вот сейчас рухнет. И вот были такие люди, мы эту их деятельность не поддерживали. И были те, кто наоборот с религиозной точки зрения пытался всячески находящихся там уже мусульман, воюющих против России, пытался их с точки зрения ислама как-то дискредитировать. Называя их там сторонниками Таута и так далее. Вот я всегда выступал против и тех, и этих. Я и сейчас делаю то же самое. Я говорю, что призывать туда ехать никого не надо, но и с религиозной точки зрения называть их там Таутами еще как-то тоже не надо. Почему я так говорю? Вы можете сказать, ну что, но сейчас же после событий, вот как они поддержали там Израиль, потому что есть вот эта вот индивидуальная особенность многих отправившихся или находящихся там чеченцев, которым деваться некуда. Что вы им предложите? Что им делать? Куда им оттуда деться? Есть ли у них какая-то возможность сказать, так, ребята, все, что-то мне здесь не нравится, я хочу поехать. Уехать отсюда. Куда? Куда он поедет? У него нет ни документов, никаких возможностей. Кто-то, некоторые из них находятся в розысках, там, во всевозможных базах. Что им делать? Какие границы? Израиль как победитель в шестнедневной войне получил территории, а на твое ООН наложили вето США. Смотрите, когда я говорю про территории, про оккупацию, я ведь говорю, исходя из каких-то международных норм, какие-то международные документы, ты говоришь, ты задаешь свой вопрос с точки зрения силы. И в этом есть логика. Ты говоришь, но мы же завоевали, это наши трофеи и трофеи, мы не будем их отдавать. И в этом ты с точки зрения силы, если рассуждаешь, ты абсолютно прав. Но просто из твоей же логики выходит, что твоя позиция силы может оспариваться. Тогда у тебя не должно быть вопросов к палестинцам или к различным организациям, которые также с позиции силы хотят забрать у тебя эти земли себе в трофей. То есть, понимаешь, когда ты берешь для себя, допустим, какие-то системы ценностей, либо ты берешь вот эту позицию силы, либо там какие-то договора международные какие-то там акты, то ты, соответственно, должен и обратную реакцию принимать. Если ты с позиции силы хочешь говорить, мы завоевали, значит, наши, тогда будь добр, давай право отвоевывать. Когда у тебя никто не спрашивает, нравится тебе, не нравится, что на тебя нападают, они, значит, точно так же считают, что с позиции силы они должны у тебя забрать. А если ты говоришь, что то, что они делают неприемлемо, это нарушение, это убийство и так далее, значит, ты не с позиции силы разговариваешь. Тогда отставляем позицию силы, мы там что-то завоевали, это мы убираем. Мы начинаем говорить с точки зрения гуманности, международных принципов, норм. И в этой ситуации тогда уже вот этот вот аргумент, мы там что-то завоевали, не работает. В этой ситуации работает, так, будьте любезны. Вот такой вот был акт, давайте к нему возвращаемся, понимаешь? А так я не против, я, конечно же, понимаю эту точку зрения. У меня даже нет никаких вопросов к евреям, допустим, к жителям Израиля, которые свои интересы отстаивают. Я их прекрасно понимаю. Но и они должны прекрасно понимать, и палестинцев, и мусульман этого мира, которые сопереживают убиваемым Израилем сегодня, палестинцам. Они тоже должны это понимать. Зато мне понравилось, как на лизублюдство Зеленского в плане поехать к Нитаньяху в знак солидарности. Ему ответили, сядь, песик подожди, ты еще плохо подлезал. Ну, это, конечно, очень алтрировано, на самом деле. Сказали, что сейчас неуместное время. В целом, это тоже, конечно, о многом говорит. Вроде бы такую явную поддержку высказали, а израиль не особо спешат солидаризироваться с Украиной. Я, кстати, также хочу напомнить, что Израиль не повел себя в отношении Украины вот таким же образом. Когда Россия напала на Украину, Израили в Тель-Авиве не вывешивали украинские флаги на билбордах, на правительственных зданиях. Премьер Израиля Нитаньяху не высказывал вот такой вот четкой и ясной позиции по Украине. Он не говорил, что Украина имеет право на защиту своей земли, а по своей территории. Ничего подобного не было. Но украинская власть, к сожалению, поспешила очень быстро поддержать Израиль в убийстве ни в чем не повинных людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok